всех приветствую на своем канале сей обзор был посвящен моей декоративной косметики кто не знает что у меня в декоративной косметике только блески и помады тот теперь узнает и лаком во мне тут даже на помаженная я и наладченная скажем так короче в прошлом стриме у меня был такой запрос помимо прочего там еще был асмрный запрос с лаками но в общем я созрела сегодня только до такого можно было бы сказать шоу моей косметички но тут помимо прочего не только то что на обзор запросилась и еще возможно всякая хренатень поэтому просто я вот из нее буду доставать и говорить возможно даже говорить а вот это дар от такого-то подписчика по-моему тут где-то две половины две половины сказал две трети того что тут есть это конкретно дары верующих лёльку разного плана разного пола первое что достаю это в общем приман глав глав эссенс сайн блеск для губ шайн вот он говорят поближе надо ставить вот я сначала хотел на штатив это все заорудить на что-то мне как-то это я потом думаю на штатив я соорудю когда буду этот какой-нибудь асмр делать или просто еще чего-нибудь или какие-нибудь пустые банки обозревать как-то у меня просили короче что это у нас такое сейчас я наверное постараюсь не зевнуть эссенс блеск для губ шайн 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 липу глаз так как-то так это мне кажется дарила подписчица лёлька из тюмени если я вдруг путаю то миль пардон поправьте меня в каментах или еще где-нибудь в общем я им пользуюсь он мне очень нравится он вкусненький такой вообще я сейчас ходила в магнит местный хотела купить знаю что там продаются эти чистая линия мицеллярка у меня совсем закончилась маслом как-то хотя у меня есть еще какое-то масло где даже на нем написано что можно смывать косметику 7 маслом короче остатки была роскошь на самом деле у меня часть этого масла в деревне и часть у меня еще заюзаная пустых банков показывал это у нас саванри как я поняла некоторые люди маслом смывали косметику еще когда я у меня была девчачья компания и одна девчонка одна из нас типа лидер или не знает кто она там была она в общем смывала косметику маслом косметическим короче она в принципе смывал этот бальзам какой-нибудь или блеск или еще что-нибудь а там маслом но я не знаю надо наверное сделать сводч и я попробую короче в общем я хотела купить себе мицеллярку и вот я уже созрела купить себе мицеллярку самую обычную от чистой линии мне такую дарила когда-то одна моя подружка хорошая обычная мицеллярка чистой линии а ее и нема какой-нибудь крем для морды лица есть от чистой линии какая-то неветомая фигня которую никогда не пробовала не знаю что с ней делать все таки одеваю есть и при этом не от чистой линии а вот чистой линии нема и я думаю ну ладно потом может где-нибудь увижу так куплю специально куда-то не поедешь за этой фигней короче в общем сейчас назар горила и руки лели кстати самый прикол от у меня лапа такая сгорела да вот здесь вот в том месте где у меня была одета не про ни перчатка вела перчаткой в том месте где вот у нее есть ткань такая непроницаемая или та которая проницаемое до солнца дышащая ткань короче где дышащая ткань там действительно загорела несмотря на дыш на ткань при этом наверно потому что она дышащая где не было дышащей тканей. Там, короче, лапа не загорела. В общем, загорелая лапа Лёли. И эссенсовский блеск. Я уже говорила, что он очень вкусненький. Во. Потом, я надеюсь, я тут вся не помажусь. В общем, очень классный блеск. Он мне очень нравится. Я его юзаю. Учитывая, что у меня ну, часть родни уже как-то привыкла к моему фликовству. А вот моя тётя, она периодически... И то, это типа ну, ты же девочка. А тут ей, в общем, даже моей тёте нравится этот блеск. Наверное, это как-то надо тут бы поставить. Но, к сожалению, тут не на что поставить только на руку. Я поставлю вот сюда. Вы это услышите. Конечно, если бы оно стояло на штативе, то, может быть, было видно, что оно ставится. Или стояло бы на большом штативе. Можно было бы сделать так, чтобы было всё поставлено. Как вот это делают эти бьюти-блогеры. Даже та же Аленка как делает, чтобы показала и стоит. Я достаю из широких штанин. Из большого... Голубой косметички, кстати, и фашерской. Двухсторонней косметички. На самом деле, она обычная. Но, с одной стороны, тут этот... Такая фигня. У меня духи от этой фигни есть. Голубые овощи или ещё кто-то, не помню. А с другой стороны, красная. На мне сейчас вот лак. Кстати, я потом покажу, какая помада на мне. Ну, помада на мне никсовая от Диляры. У меня было их две таких помады. Одна удела из давно в пустых баночках, а другая ещё осталась. А лак у меня... Сиаты. Хз. Сейчас найду. Сиаты, да. Всё-таки... Извиняюсь. У нас... Дождь между делом был. Я ещё по делам ездила. Попала так удачно на велике, что... Вышла после дождя. Ловила перчатки. Думала, не будет дождя, поеду. Будет дождь. Ну, ладно, хрен с ним. Короче, в таком полугламурном прикиде доехала по делам. Вернулась. Там ещё магазинчик заезжала. Ну, короче, у нас как бы дождь. Ещё ночью был дождь. Ещё я такая полумёртвенькая была. В общем, я думаю, мне можно зевнуть. А потом кто-то из подписчиков писал, что ли её периодически так уже нормально зевает. Ну, я сейчас мало зеваю. Короче, тут у меня лак. Замечательный. Он у меня на ноготочках. Кисточка такая очень крутая. Если ноготь типа вот такого мизинчика, можно один раз провести и всё. А если ноготь типа большого на большом пальце, можно два или три. Это мне от подписчицы Лены, которая живёт в Москве-Минск. Когда как? Подарок был. По-моему, перед Новым годом такая огромная посылка. А ещё обзор так назывался. По-моему, огромная посылка от подписчика на Новый год. Или как-то так. В общем, вот такая удачная, очень удобная кисточка. Мне очень нравится этот лак. Цветы, как наносится и вообще. Ещё тут бантик на нём. Вот такой вот у меня лак. В общем, у меня тут, получается, достался блеск для губ и лак. Сейчас посмотрим, что ещё достанется. У меня прям как этот... Игра такая. Не знаю, вы в детстве когда-нибудь играли в лато такое, русское, с бочонками. Вот есть, знаю, на телеке это лато. Может быть, до сих пор идёт. Там достают из мешочка, не знаю, что так. И я вот тут достаю из мешочка, не знаю, что. У меня тут есть помада-карандаш от Клиник. От Алены. С Украины. Ссылка будет в инфобоксе на её блог. На канал, в смысле, у неё канал посвящён путешествиям. В общем, была у меня такая посылка украинистая посылка. Или японистая посылка какая-то с Украины. Почему японистая? Потому что у меня тут есть вот такая вот фиговина. А ещё пенка Биоре или Биора как-то так, которая в ванной сейчас у меня ещё лежит. Но она не пенка, больше скрабик. Вот тут у меня котёнчик такой есть. Манекинэка. В общем, удачный такой хороший карандаш. Может, конечно, незаметно, что я его особо пользую. Но я его периодически пользую. И сейчас я на своей загорелой лапе ещё один делаю в сводч. Можно в один слой нанести, можно в несколько. Вот. Оно как-то вот, ну, не близко, но рядом. С тем он самым. Сделано, кстати, в Канаде. Чё прикол, вот у меня там вот помада NYX, которая на мне сделана в Китае. А ещё пара NYX, которые, возможно, кто-то уже видел в разных видео. Я их обязательно обозрю. Они сделаны, по-моему, в США или как-то так. Это у нас сделано, я не знаю, где она сделана. Сейчас узнаем, где она сделана. Страна производства Германии. А это где? Написано, что в Лондоне. Может, так и есть. Да, по ходу дела в Лондоне. А это в Лондоне. Сейчас, по идее, должна бы я достать какой-нибудь лап. Можно, конечно, специально. Да, вот я достала, даже не специально, случайно. Golden Rose стёрся уже нафиг весь. Я вот не знаю, кто это. Тут написано Трио Торк Альянс. Я знаю, что мне его дарила Алёнка. Она ещё мне тогда дарила шарф такой. Ну, обычный такой шарф весенний-осенний. Он у меня уже пригадал долго жить давно. Под цвет этого лака, в общем, это от Алёнки лак. Та, которая сповадила меня, сподвигла ли, типа того, писать обзоры на канале, а не просто юзать канал, как хлам музыкальный. Возможно, кот орал, возможно, слышно. В смысле, он реально орал, возможно, слышно. В общем, тоже удачная такая удобная кисточка. Не помню, как он наносится, давно не пользовалась. Но тут, кстати, даже видно, что я его поюзала. Было, наверное, видно. Сначала я взяла его, было видно, что я поюзала. Сейчас он уже у меня как-то весь стесался. Я вообще без понятия... А, у него, оказывается, срок годности закончился в апреле этого года и 8 месяцев после вскрытия. Но у меня, знаете, лаки, они как-то... Я привыкла, что они подыхают у меня сами по себе, несмотря на срок годности. Могут раньше срока годности загустеть и настолько уже быть никакими. Могут и после срока годности нормальными быть. В общем, вот этот нормальный лак. Вот, кстати, это так почти вот похожие такие оттеночки. У меня, кстати, тут еще есть вот эта фигня такая. Мне Таня Китаева присылала ее, в смысле, задарила ее. У меня один ноготь, правда, обломился. И, по-моему, тут три, наверное, пустых ногтя у этой ромашки. Вот этот, не смотрите, что он... Надеюсь, он мне не обои дерет, этот дурашный кот. Якобы прозрачный. На самом деле он какой-то бредно-розовый. Ну, в общем, был у меня какой-то лак, и вот он этим покрашен. Один ноготь с чем-то у меня обломился. Некоторые, мне кажется, лаки уже тут не живые. Нежилые. И еще у меня есть два новых лака, которые я совершенно забыла, что я их имени намазала, вот эту вот штучку. Я его сегодня усиленно пытаюсь игнорить, потому что, как я приехала из деревни, этот кот по ночам не дает мне тупо спать. Где-то с трех до пяти утра у нас начинаются вопли по поводу. Еда есть, но мы ее не хотим есть. Мы хотим не знаю чего. Вот сегодня он орет, но он у меня нахулиганил и сходил. Вот есть у него мисочка. На два года жизни я ему большую мисочку для туалета подарила, а этот гад ползучий взял и рядом нагадил. На коврике для ванной. В общем, оп. Мне достался вот как раз этот ник, который сделан, сейчас скажу где. Вообще написано Нидерланды. Нидерланды, да. Хотя вроде как и Лос-Анджелес. Хрен знает, но тут... А, вот, вот этот... Нет, что-то тут не то. Короче, тут до хрена чего написано. Но я так поняла, что он сделан... Один там был в США, другой, видимо... Видимо, тоже в США. Просто написано, где оно популярно почему-то. Это у нас Никс. Задарил мне это Влад, который в стримах бывает. Влад-Влад. Во, поорал и пришел сюда. А я думала, что он там до бесконечности будет орать. Я просто решила сегодня поставить эксперимент. Если я ночью к нему не буду каждые 10 минут подрываться. Потому что я к нему подхожу, а он начинает убегивать. Только я лягу, ну, подхожу, он типа замолкает. Только я лягу, он начинает опять... В деревне он не овёт. В деревне он тупо каждые полчаса на улицу выпрыгивает. Из частного дырянного дома. Короче, это у нас Никс... Ликвид Сюит, хрен знает. Оранжевый номер у нас тут. ЛСЦЛ053М93W. Да, вот тут LL, S$, который от C и L05. Сейчас я его покажу. У меня даже в каком-то видосе он был на губах. Не помню, поверх чего-то или под низ чего-то. Или в чистом виде. И мне ещё написали, что моя подружка называет меня Пингва. Не потому, что я линуксой. Это ещё более ранняя, древняя история. Ну и тут написал, что это реально как Пингва. Потому, что у Пингвина в жёлтый ротик. На самом деле она оранжевая. И сейчас я сделаю свеч. Мне удобно так держать. На самом деле очень удобно она наносится. И мне нравится Никсовая. И то, что вот помелче. Вот такая, которая сейчас у меня на губах. От Диляры. И то, что от Влада. Ну, ещё вот попалась вторая от Влада. Вот это вот тоже, значит, Никс, Ликвид, Свид. А там-то что хоть написано было? А, тут оранж написано у нас. А тут у нас Свой. Энн Прайс. Оранж чего-то там и Свой Энн Прайс. Этот у нас номер ЛСЦЛ-06. И 3МО-0В. А тут у нас что было? А тут у нас было только 3М-93В. Тут и О, и 0. В общем, вот этот вот 06. А вот этот 05. Это тоже у меня был в каком-то видео. И мне ещё кто-то восхищался. Типа, тебе идёт. Кто-то, я не знаю, мне казалось, что меня тут потроллят. Потому что, ну, вот такой фиолетовый цвет. Это покойник. А кто-то откровенно сказал, что, ну, человека, что вот, если б там тени были или что-то ещё, то да. А тут такой готично-бледно-привиденческий видок. Хотя у меня в своё время был такой заход. Я, не поверите, использовала белую пудру кося под привидением. Под белое правление. И у меня это ещё зелёный лак на ногтях был. На многих руках. И помада такая, на покойника мы её называли. Блеск и помада к ней какие-то, я не знаю, серебристо-серые, хрен знаю. Это Тарифлейм. У меня тогда однокласски мать занималась. Я сначала Стёба Раде сказала, что я бы такую заказала. Но я чисто вот сказала. А потом она почему-то решила, что даже если я не хочу её заказывать, то должна заказать и оплатить. Как-то так. Даже у нас вышло так, что она мне должна была деньги за фотографии. Но стабильно не хотела отдавать. И мы с ней разошлись так, что она отдала мне эту помаду. Хочешь, не хочешь, вот тебе помада. А деньги за фотографию, соответственно, вышло за счёт этой помады. Ну и вот такой вот цвет. Кстати, очень хорошо ложится. Вот сейчас я как-то удачно держала. Здесь он вот такой ближе, наверное, передаётся. Может быть, за счёт того, что свет у меня на лампочках пять штук. Тиша, да задолбал ты орать уже. Дома я дома не сиди у двери. Тишка! Тишка! Вот что за тупой кот? Вот смотрите, сейчас покажется в камере, наверное. Нет, не дошёл до камеры. Короче, в общем, на самом деле, она более тёплая оттенка фиолетового. Или сиреневого даже, хрен его знает. Светло-фиолетовый, скажем так. А передаётся она более такое серо-холодное. Не дошёл. И что-то вот моей руке везёт. У меня тут бочонок. Я не помню, может быть, он был в пустых баночках. Может, он не был в пустых баночках. Хрен его знает. Наверное, ещё не был. Тут даже вроде как год жизни у него указан. Но я что-то не могу прочитать. Это вот бочоночек от Арифлей. Мне раньше они очень нравились. Но вот именно медовые мне что-то как-то не идут совсем. Аленка почему-то считала наоборот. Она мне вот задарила такой медовый сто лет назад. Вот знаете, если вы никогда не ели мёд, не представляете, что это, то, конечно, для вас оно пахнет мёдом. Для того, у кого с 1929 года пчёлки в семье, я сегодня ещё фотку обнаружила. Искала одни документы, нашла другие. Даже бархло какое-то нашла, которое я думала, что просто в той квартире осталась, а в эту не переехала. Короче говоря, фотография, где мой прадед, учитель по пчеловодству, в училище пчеловодческом, с своими, наверное, первыми выпускниками на фотке, такой черно-белый. Короче, в общем, ни хрена это не мёд. Приторная какая-то требедень. И, в общем, оно у меня где-то, ну, на половину или на одну треть заюзанное. В ногти втирать хорошо, да, вот, но оно как-то липковатое. Бальзам для губ, как использовать хорошо, эти вот, вот эти можно мазать, говорят. Они у меня вроде как нормальные, тук-тук, постучала я вот этим кулаком по столу. Пятки можно мазать, может, мне его на пятки сделать? Колени. В общем, прозрачная такая хренатень. Вот другие какие-то, с розой у меня был, с вишней, ещё что-то, вот они интересные. А вот это, вот именно из-за того, что там вот этот якобы натуральный аромат мёда. У меня он, честно, рвотный рефлекс вызывает. В общем, люди, если у вас есть какой-нибудь человек, близко рядом стоящий с пчеловодцем, а вы хотите ему что-то задарить с ароматом мёда, не надо такого делать. У меня тут достался очередной бальзам. Это у нас, в общем, ссылки у меня пока будут на каналы, потому что у Влада канал, канал он не ведёт. У Лёльки, я даже не знаю, есть ли аккаунт на Ютубе. Пока что на Алёнку, на две Алёнки у меня будет. С разных стран. С Украины и России, да. Алоэ Вера, это у нас натуральный бальзам. Я сначала ещё Майстюр Райс прочитала, когда увидела, я думала, что-то с комарами как-то свяло. Почему-то мне вот это... Может, кто-нибудь смотрел? Маскетон. Аниме. Не помню, как, вот полностью название, но там был такой маскетон, типа вампир. Вот у меня почему-то ассоциация была с комарами. Оказалось, это обычный блеск для губ из Таиланда. И вот Лёльке кто-то прислал. Это та, которая мне вот это задарила. И она задарила мне его. Очень классный, хороший, действительно увлажняет губы. Приятный такой по вкусу и по аромату. Я его наношу, обычно вот его, или в чистом виде куда-то пошла только его, или под какие-нибудь бальзамы для губ. Тише, тебе орать не задолбала, а? Тише! Я не буду это вырезать, он меня просто задолбал. Конечно, вы можете быть... Не вы, кто-нибудь там, но и вы тоже. Именно вы можете быть в каменце. Типа, как ты так ожрёшь! С буквы Р. Ну, заколебал меня. В общем, очень классный бальзам. Спасибо, Лёльке. Я читала отзывы, но немножко на другой бальзам. Ну, в смысле, такой же, но с чем-то другим не салой. И там якобы он никакой, то-сё, пятое-десятое. Короче, расхаяли. Его мне очень понравился. Он и увлажняет, и не сушит губы, и никуда не сползает, и можно его юзать, я думаю, под какой-нибудь другой бальзам. Там какой-нибудь цветной. Короче, он мне очень нравится. И тут у нас получается уже две помады Никса, Клиник, Эссенс, Рефлейм и италантская штучка. Лайки у меня пока не хотят доставаться. Сейчас из принципа буду искать какой-нибудь лак. Ну, хоть какой-нибудь лак. Во! Лак, который у меня под вот этим лаком, вот под этим лаком у меня этот лак. Это у нас голубой гель с кальцием производства Белоруссии. Я ему как-то уже воду отдавала. В общем, тут у нас где-то одна четверть, можно сказать, использованная. Ну, или одна треть. Хороший колубой гель с кальцием. Когда в 26 лет у Лёли была ветрянка, кто не в курсе, тот узнал. И у Лёли до 26 лет как-то хреново росли ногти на ногах. Ну, если на руках, на ногах-то они нормально вымахивали. И Лёля, значит, заболела за месяц до сессии весной. Три недели пролежала с температурой, и Лёля просыпается, что-то так, рука в кулаке. Думаю, что-то так больно. Они у меня на полтора сантиметра вымахали так вот за ночь. Ну, и я стала их удобрять таким лаком. Я купила его в обычном магазине в солнечном, где у нас там почта в здании находится, солнечный три, что ли, магазин, не помню, с каким-то именем человеческим, женским. И мне его хватило на целый год. У меня тогда подружка ещё, точнее, сестра приезжала со своей подружкой в гости, периодически у меня этот голубой гель с кальцием был. Я тогда думала, что его не надо смывать, я его что-то намазывала, намазывала, потом поняла, что, наверное, всё-таки иногда его надо смывать этой жидкостью какой-нибудь для смытия лаком. Второй раз у меня уже этот лакон. Тоже моду как-то говорила, но сейчас видос про декор и лаки, поэтому мода для другого чего-то отминается. А потом что-то давно, долго-долго так не видела, увидела, значит, ну, смотрите, 26 лет, да, было. А мне сейчас 34, 8 лет назад практически, да. В прошлом году я совершенно случайно его увидела в магазине напротив моей бывшей работы с Аленкой и так далее. Аленка приезжала, значит, я купила себе, она потом мой, типа, как-то, ну, короче, вроде как она его сначала хотела, потом я уж не знаю, что она хотела, не хотела, но его надо наносить, вот, в принципе, мне это нормально, а Аленка, по-моему, постоянно ногти красит чем-то иным. Если хотите удобрить свои ручки, ноготочки, то, ну, неделю поживите, хотя бы без других лаков, каждый день там. Моя тетя кто-то сказала, что три дня раз нанесли, потом вот на следующий день на этот же слой еще раз нанесли, и на третий день, и на четвертый смываешь ногти, отдыхаете, типа, и вот таким эффектом оно будет как-то укрепляться. Это вообще гель с кальцием для утолщения ногтей, укрепляет слабые, хрупкие, склонные к ломкости и расслоению ногти, образуя на их поверхности прочную защитную пленку. Ну, вот, действительно, хороший лак, гель, витаминный и тому подобное, да, а у меня первый флакончик у меня, короче, как-то он дошел до половины и очень сильно загустел и вообще откинулся, а этот вроде как начал густеть, но вот сейчас смотрим нормально, потому что я периодически то пользую, то нет. Короче, вот, наверное, там этот прозрачный, вот этот вот, это он, наверное, этот голубой гель с кальцием и есть. Ой, что-то у меня снялось. А, вот это я соленкой, кстати, тоже покупала как-то в улыбке радуги. Я думала, что это АМ, АМЕ, а оказалось, это КАМЛ или как-то так. Короче, хрен его знает, как он там называется. Интенс колор липстик. Дикий красный Wild Red 6 номер. Она, вот, если, допустим, вот этим попользоваться, то она будет хорошо ложиться на ваши губки, а так она периодически вот сушит. Ну, это раз на раз, это вот, если у вас влажные губки, сами по себе можете намазываться, а если они у вас по какой-то причине сохнут, то лучше начало бальзамчиком. У меня тогда покупала красный цвет, у меня тупо закончилась на тот момент и фрошевская помада, которая мне очень нравилась, и я ее раза два или три покупала, не помню название, вот именно именно та и фрошевская помада, по-моему, их уже просто тупо сняли с производства, у меня еще коричневая такая была, потом коньки от кино, просто сик сломался. И Аленка почему-то решила, что я очень люблю красные помады, на самом деле я не настолько фанат красных помад, у меня одно время, помню, было, я крыжам неровно дышала, вот по типу такого, только в рефлейме такие были бронза, потом, значит, я могу коричневой пользоваться, но, по-моему, у меня коричневой в этот раз уже нету, хотя, не знаю, может, узнаем, может, она и есть. Я люблю красный, я люблю бледно-розовый, у меня как-то такой вот, одно время в своей жизни я пользовалась с таким-то цветом, потом таким-то, потом таким-то, или просто вот под настроение. Поэтому, в принципе, как-то задаривать меня супер красными помадами, это не совсем правильный ход, скажем так, просто вот мне тогда очень надо было замену ифрашевской. Ну, и судя по тому, как она вот уменьшилась у меня, по ходу дела все-таки я и пользовалась. Ну, я периодически так-то пользуюсь, в основном, конечно, за видеороликов, и у нее просто тупо не очень хорошо, не очень крепко, вот, если она лежит в сумке, в косметичке или что-то, не очень крепко держится вот эта крышечка. Она может лежать, лежать и так залазишь в эту косметичку, а она там как-то без колпачка. В общем, сейчас я все-таки сделаю с этот самый свод. В общем, в одной слой по загорелой лапе она какая-то светлоклюквенная. Вот. Моя красивая рука. Ой, я ее вытащила, я думала, пальцами зафигачиваю обратно, но я ее, кажется, все-таки камел, она не камел. Лэйн, ламел. Короче, фиг знает, кто-то мне писал, мне писала, кто-то нам не написал в каментах, я вспомнила ее время. Карина, которая в Израиле увлекается этими маслами, в смысле, живет в Израиле, увлекается фирменами маслами, она писала, по-моему, полное название этой фирмы, которую я никак не могу вспомнить, присчитать. У нас тут два бальзама получается, совсем таких типа блеска, типа гигиеничек, и сколько тут их? пять типа помад. И еще один блеск, он долгожитель, он у меня никак не закончится, срок годности, наверное, у него уже прошел, но ему ничего не стало. Мне когда-то за первый заказ на клубнике пришел в подарок. На выбор я выбирала, мне, конечно, свет выходил другой, ну, который я выбирала, был иной свет, но пришел, видимо, что было. Это у нас Кельвин Кляйн, сделан в Америке. Короче, это бальзам для губ, в смысле, блед для губ, красный, с маслом мяты, он с эффектом увеличивания губ. Я ему и рисовала вот этой кисточкой, морда лица и еще что-то. Я его и поверх помады наносила в ранние свои ролики в 2015-м, начало 2016-го года. Вот эти, обзорные, в смысле, ролики. Я его и просто так использовала и на улице, и так. Единственный минус, он на губах растекался, не знаю, как сейчас. И вот он все никак ведь не закончится, гад ползучий такой. Сейчас будет сводч. Сейчас я попробую как-то вот рядом выпидачить. Наносится он, в принципе, хорошо, удобно. Не знаю, на что смазывается, не стирается, потому что не помню. Но долго на вас держится, и это, если вы, допустим, не пользуетесь никаким карандашиком или не наносите его поверх какой-нибудь помады или просто бальзама, то он имеет свойство растекаться. В общем, вот, ясный такой, Кейвин Кляйн. меня достал салак. Он давно уже откинулся по сроку годности до октября 16-го года, но вполне себе хороший, и он у меня долго лежал. 6 миллилитров, и я, наконец-то, стала им периодически пользоваться. На этой самой ромашке он у меня вот здесь, вот этот вот, вот он, вот-вот-вот. Вот этот вот. Он типа с блестками между желтым и вот этим розовым. Вот этот вот. Он типа с блестками, и на самом деле он, конечно, очень классный, он мне нравится. Наверное, считается, что топовое покрытие и тому подобное. топовыми покрытиями я не пользуюсь. Я его использую вот поверх вот этого лака или какой-нибудь другого, которые у меня раньше были прозрачные, какие-нибудь там витаминные, невитаминные покрытия или типа того. Ой, все с ним хорошо, держится нормально так, может, сутки с хвостиком, учитывая на моих ногтях, мало чего особо так держится. Особо, если так посуду пару раз помыл и уже немножко кончики ногтей белеют, да? Ну, так задолбаешься любой жидкостью для снятия лака и его смывать. Он или блески там остаются, лак смылся, блески остались. Или вот где-то там он еще остался. Короче, все хорошо, только вот эти долбанные блески. Мне Ленка еще дарила какой-то лак с блесками, а может, даже Настя Лукьянова дарила какой-то лак с блесками. Ненавижу такое состояние вообще. Я их не использую, вроде как и так понятно, но может, люди-то хотят как лучше, но лучше не выходит. Вот второй лачок, от СИАТЭ, СИАТА, как знают, от Елены, которая Минск, Москва, розовый. Вот говорят, что розовые лаки все полосят. Ну, мне какой-то попадался, но он не очень. Ну, в смысле, нормальный был. Здесь, за счет того, что маленькая кисточка, низенькая, так, не очень удобно наносить его. Вот у меня был такой вот фаберлика от Насти Лукьяновой розовый, Кэнди, чего-то там, Кэнди Снайл, как-то так. Такое говно между нами девочками или мальчиками, между нами людьми. Вот этот, и он действительно полосил. Этот полосит, но не настолько, но вот что-то я про него забыла. Вот этим я последние, не знаю, дня пять, дней пять, наверное, юзаюсь. У нас тут пять лаков получилось. Вот та самая помада, которая сейчас на мне. Для моей тети она очень темная, а мне она очень нравится. Никс, анделяры. Если смотришь меня вдруг, то привет. У меня двои масляные краски лежат тут. Я их даже открывала. Даже что-то пыталась рисовать. Так, что-то у нас, а нет, может, не знаю, вообще, да, вот это сделано в чине написано. Вот где, сейчас я посмотрю, где же я тут увидела-то. А это сделано P.R.C. Ну, в общем, точно не чина. Что за P.R.C. ХЗ? Тут тоже P.R.C. В общем, сейчас я сделаю. Я все тут свучьи-то делала, кроме бальганов-то. Вроде все. Сейчас я сделаю вам этот свучь. И вообще, вот такой вот флакончик, я не знаю, ой, не падай, стоять. Все-таки упала. Ну, ладно, я потом отниму. Хотя, в принципе, все равно никто не видит, что-то упала и что-то как-то стояла. Вроде как это. Вот тут написано, где-то тут были 4 мл, что ли, написано. А тут почему-то 8 мл. Или я что-то не догоняю, или не туда смотрю. Они же в 2 раза, ну, не в 2 раза, но больше вот этот флакончик, чем этот. И оно такое долгоиграющее. Сначала оно наносится дофига много. Я счищала вот шута, что это, вот эту вот пилочку, плиточку, шишечку, кисточку, короче, счищала, потому что оно очень много на губы наносится, оно впитывается, остается этот цвет. Можно сказать, что оно долгоиграющая. Помадка кремовая. там у меня когда-то еще была наклейка на ней на русском языке, но она отсобачилась. По-моему, она вот была на сольде, эта наклейка, кстати, вот тоже засолидированная была, и на ней тоже была какая-то наклейка с инструкцией по применению. Короче, вот даже когда там не вопи, когда там остается совсем чуть-чуть, оно все равно еще, вот мне на год, наверное, ее тогда хватило, той помадки. Сейчас я тут попытаюсь нанести. Тише, ты вытек, ты в курсе. И вообще ее можно в один слой нанести хорошо. Она большая часть этой как бы мягкой краски впитается в вас, она увлажнится еще на губах, никуда не скатывается, никуда не стирается, и вот если полчаса ничего не делать губами, да, вот не есть там, не пить, ни тому подобное, то у вас ни на какой чашке это не останется. В гости пришли и можете лопать что угодно, не пытаясь, не боясь, что посуду испортите людям. Ну, в смысле, она же, конечно, отмывается, в смысле, не заляпаете, да, в общем, вот он, такой цвет. Тише, что ты там дерешь? Твою маму что-то у меня упало. Что у меня упало? А у меня упал этот карандашик, надеюсь, он ислам не примет. Ну, в смысле, не сломается. Наверное, тогда надо вниз это поставить, чтобы оно не падало. Ой-ой-ой, все-таки упало еще что-то. Верхногами поставила. Да, если у кого попоболь вдруг, у меня сленд такой, я понимаю, но я стараюсь его не употреблять благодаря другим попобольным. Ну, один раз-то вам, я думаю, хуже-то не будет. Так, это у меня самопальный бальзам для губ. На основе какого-то красителя. Не помню, какого набора. Тут воск, короче говоря, кокосовое масло, что-то еще я уже забыла. Но как-то у меня так получилось, что у меня вся основная красящая фигня упала на низ, а сверху осталось ничего. Я его тупо одно время пользовала как бальзам для ногтей, для ногтей в смысле. Ну, и пару раз даже как этот типа чутко красящий бальзам для губ. Вот это у меня лак. Даже по ходу дела я его, ну, не то, что прилично, но юзала. Почему-то тут вся вот эта блестящая фигня рисунковая на крышечке стерлась к чертовой бабушке. Мабушке, сказала я, скрестив бабушку и бабушку. Короче, это какой-то лак для ногтей. Кто его делал, понять неизвестно. Срок годности у него до октября по-моему девятнадцатого года. По ходу дела да. Срок годности сорок месяцев написано. Вообще девять, точнее восемь миллилитров Пино Нуар. Это у нас не знаю, короче, кто его делал, но это мне задарила Аленка. Вот, кстати, похожим дизайном я видела у нас в магазине магнит косметик. Такой лак. Сейчас я его, если нам повезет, я его вскрою, и нам повезло. Просто некоторые у меня что-то так засыхают, что хрен откроешь. Вот, вполне себе нормальная такая кисточка. Не помню, как он красил. Но, судя по тому, что я его юзала, видимо, он красил. У нас уже шесть лаков, включая тот, который типа прозрачный. Вот один из тех, который мне недавно там задарили. Скажем так, царуо 12 миллилитров. Я им даже красила ноготочки, даже была в каком-то видео с ним. Хоть и низенькая такая кисточка, но довольно удобная. Скажем так, я делала заказ на одном сайте, но так как какие-то проблемы были с заставкой, то его отменили этот заказ. Я думала, что заказ совсем отменили, но вот мне в итоге бонусом продавец задарил. Еще лак достался. Вот как раз тот, который мне, по-моему, дарила Настя Лукьянова. Если вдруг спутала с Аленкой, то, девчонки, извиняйте, память девичья. Но ссылку, на всякий случай, я оставлю и на Аленку, и на Настю, и на Алену с Украины. Как бы так. Фаберлик. Винемотоповое покрытие. По-моему, оно уже отпрыснуло. Потому что, вот я не знаю, будет ли вам видно. На стенках-то одно, а вон там такая вот, как бы так-то. Камера, узри. Сейчас узнаем. Так как это с блестками, а я не люблю с блестками, мне сам цвет не очень понравился. Вот здесь он как-то. Эти блестки потом везде, где только есть, не есть. Плюс я не пользуюсь этими топовыми покрытиями по назначению. Короче, он у меня по ходу дела откинул копыта. Как-то загадочно. Отпрыснул, не отпрыснул, не знаю. Ну, в общем, внутри вот вижу тут какой-то вообще другого цвета цвет. И какой-то более жидкий, чем вот это. Вот какой-то, ближе вот, какой-то красно-розовый. Ладно, потом затещу на своих ногтях, когда вот это-то сейчас мою. У меня что тут? Вот это вот. Ну, я говорю, что у меня не совсем косметичка под декор. Это у меня помада от Эйвен, когда я еще была представителем Эйвена. Она мне пришла в подарок за заказ, там что-то за 10, что ли, рублей. Какая-то тогда была новинка, экстра, ластинг, или что-то в этом роде. Totality Twin или как-то так Z211015. То бишь, это, видимо, создано было 21 октября 2015 года 16, 17, 18. По идее, до октября этого года я ее должна доюзать. Но она ничем таким, кстати, не воняет. Вот бывает иногда от помад пахнет, черти чем, как старыми. Она довольно даже приятно до сих пор пахнет. Видно, что ее, в принципе, прилично так юзала. Но у нее такой цвет какой-то как бы нейтральный. И я сейчас ее тут куда-нибудь присобачу. И до сих пор она намазывается очень хорошо так это. Ну, я думаю, что она увлажняющая наверное была. Придется мне от Лельки ивановскую пенку распечатывать, которая из Тюмени Лелька, чтобы это все смыть потом в ванной. Это кусочек самопального блеска. Вообще у меня были какие-то тенюшки от Макс Фактор, которые мне в какой-то поменяшке прислала Настя Зарецкая. Я насмотревшись каких-то экспериментов, включив, очередной раз точнее словив свое вдохновение творческое, освояла себе блеск или бальзам, не знаю, цветной бальзам для губ имени Лели. У меня там где-то еще есть на основе этого счастья. И, короче, вот у меня еще бочоночек. Я его даже юзла в каком-то видосе и не в одном. И вот еще вот этот как раз коробочка тенюшек. Оно в пакете. Я просто не хочу доставать, открывать, ну, как бы, хотя, наверное, надо уж как бы все это. Надо только найти какую-нибудь кисточку, чем это нафигачивать-то. О, кисточка. Кисточка оказалась под самым носом. Кисточка из палетки, блесков для губ, пикси. Когда-то у меня такая была, я заказывала еще на той же клубнике. Кисточка осталась, блесков уже нет. Ой! Короче, та фигня, в которой были эти тенюшки, а потом в этой фигне у меня была блеска, она отцебачилась каким-то образом. И теперь фиг, наверное, достанешь нормальным путем. Но я таки сейчас нанесу этот блеск куда-нибудь. А у меня же есть другая коробочка. Короче, каким-то загадочным образом эта вот фигня, в которой бывает вот эта другая фигня отвалилась. Сюда. тут на основе кокосового маска, ловозка, еще чего-то. В общем, вот он такой, как бы, ну реально, такой просто блед для губ. Кисточку надо будет, наверное, тоже потом помыть в этой самой пенке. А это мы обратно зафигачим в пакетик. Так, чего у нас тут? А тут у меня есть от Насти Лукьяновой. Уже по-любому на нее ссылка. Вот, несмотря на то, что лак тут непонятно, кто конкретно дарил. Это от Фаберлик номер 41042. Вот такая вот помада. Помню, когда она ее дарила, у меня очень или жутко сохли губы, или еще что-то, но когда я ее наносила, она наносилась ужасно, непонятно, вообще никак. Ленка мне посоветовала тогда на бальзам наносить. И вот на бальзам для губ она хорошо наносилась и так хорошо держалась и все такое. Цвет такой коралловый, приятный. И я что-то ей сначала не пользовалась, потом как-то сильно пользовалась, а потом как-то забыла про нее. Сейчас я ее куда-нибудь собачу. И вот на мою лапку она вполне себе хорошо наносится. Видимо, если у вас очень сухие губы или сухие губы просто сами по себе, то надо ее поверх бальзама наносить. А так она очень даже нормально. По-моему, она нифига не скатывалась ни в какую полоску, никуда вообще не девалась. Вполне себе хорошая хотела сказать гигиенечка. Короче, это фаберликовская помада. У меня тут есть Катрис сейчас сейчас я его куда-нибудь тут собачу. Удобно так наносить. Кстати, он напоминает то, что я сама палила. Такое как бы нейтральное бледно-розовое. Вот помада примерно такого цвета розового как бы показать-то вот. Вот то, что там блестит, это оно и есть. Мне нравится как раз. В общем, хорошая помадка. Но как-то приятненько так пахнет. В смысле, блед для губ. У меня тут есть вот это точно, помню, что от Алены. Японская Небея. Небея. Мята и грейпфрут. На самом деле по вкусу кажется, будто это мятный ремонт. Я прилично ее и сделала. Это обычный, ну, как гигиенечка, да, бальзам для губ. Я сейчас его опущу. Конечно, вряд ли вам будет видно, насколько там оно уделалось. Но оно меня стабильно таскалось в сумки. А потом что-то у меня, не помню, или какой-то еще бальзам у меня появился. И я их стала чередовать. Еще от него очень хочется кушать. Короче, вот если намазался сытенький, пошел на улицу, то нормально. А если дороги вдруг вспомнил или ощущаешь, что губы как-то надо увлажнить, а в сумке помимо прочего это лежит, тоже рать с него хочется. Только так. В общем, классная, короче, вещь. 1117, не знаю, что тут это. Наверное, сделано было в ноябре 11-го года. Фу, это 17-го года или чего это, короче, хрен знает. У меня все меньше и меньше остается. Даже вижу, что я могу достать. Вот это Colorbox Nail Purlish Хэзве. Кто его делает? А, это Арифлеймовский, вот. Мне Ленка помню говорила, что какой-то Арифлейм был. Короче, это Ленка сдавила, которую Алена Аленка, точнее, собственно, не которая бывшая выбрана, а теперь с Леной. Короче, Лена Собянина, пардон, девичья фамилия, Лена Снегирёза дарила мне вот этот лак. Арифлейм. Хрен, я его, наверное, сейчас не открою, потому что у меня что-то и руки-то, а вот, слегка вроде как масляные, открыла все-таки. Ну, не то, чтобы удобная кисточка, но приноровиться можно. Такой вот лак, я его, по-моему, даже прилично так, но неприлично, но понятно, видно, что заюзла, вот мне видно, я вам не знаю. Почему? Вот такой вот лак. У меня тут что-то еще. Это уже было в пустых баночках, но тут на пару раз оказывается еще осталось. Это от Лёрки из Тюмени, от Ифраше, маленькая Минька. Бальзам, точнее, бред для губ. Как я уже раньше говорила, у меня таких много приходило раньше в подарок, я раздарила знакомой уже бывшей Женьке, сделанного во Франции, он тут кисточка не совсем уже такая чистенькая, потому что я наносила его поверх всяких разных помад, не только поверх чистогуб, да, но я все-таки сейчас сделаю вам этот сводч, он тоже такой, в принципе, прозрачный, и вот этот более, допустим, такой блестящий, конфетный, как бы праздничный, наверное, а вот этот может, наверное, пойти вам и на нейтралку, вышел там в какую-нибудь школу. Сейчас, правда, лето, никакой школы нету, да? В общем, вот. Блин, как бы показать. У меня еще тут что-то есть. У меня еще есть один лак. Стеллари, акация, или стеллари, хз, вот эти вот, вот здесь стерся тогда весь почему-то рисунок, а здесь еще не успел. Тут красный с блестками, все бы ничего, но вот он как-то, что-то у меня с ними не подружилось, я не помню. Может быть, там от него эти блестки остаются, но так-то ничего, вот я вижу, что я тут где-то одну четверть делала, и вроде и кисточка такая нормальная. Может, просто не попадал под настроение лаковое, может в руку не попадал в этой косметичке, но в принципе я его юзаю иногда, это от аренки тоже. Это имени меня самопальный, бальзам для губ, воск, кокосовое масло, что-то еще там. Это вот такой второй лак, который вместе вот с этим пришел, я тоже его как-то, как-то вместе ими мазала лапки своими ногтями, в смысле в каком-то видео были, как-то отдельно то одним, то другим. Чую, у меня видосная работа какой-то запредельный по времени. Кисточка, конечно, ну, как бы неудобно, но при желании можно приноровиться. Вообще, как я помню, у меня, по-моему, вот этими, какой-то из них у меня практически сразу ногти накрашиваются, не смазываются, не стираются, скажем так, а какой-то у меня не сразу пошел, не сразу смогла вот так нормально намазаться. Ой. Что это? А, вот что, помню, дарила, я не знаю, девчонки пользуются или нету, я у них, по-моему, не видела в пустых баночках, может быть, не подошли, хрен знает, может, действительно еще пользуются. Сделано во Франции, покупала в Атаке как-то, им, по-моему, были клубника или что-то такое, там клубника, лимон и мята было. У них, по-моему, были или розовые, или желтые, наверное, розовые. Я думала, что он тупо бесцветный, оказывается, нифига он не бесцветный, у них действительно был бледно-розовый, а у меня бледно такой, этот, типа мята, да? Он и мятый, и вот этот там масло мятый, он как бы губы пощипывает, как обычно с мятой бывает, да? Ну, здесь он тупо на руке просто блестит, а на губах он дает слегка бледно-зеленый оттенок. Я у мамы привидения. Так, и что у нас тут остается? Так, а у нас тут остается, вот этот давно уже был в пустых баночках, но что-то я вот тогда думала, что быстро даюзаю, но как-то не даюзалось. Это у нас романтичный медведь, лимонная конфета, насколько я помню, называлась он. Бальзам для губ такой желтоватый, как лимончики, вот эти, может, кто знает, такие конфетки, лимончики, карамельки, похож такой. Хороший бальзам, как бы бесцветный, такой вкусненький. Можно сказать, гигиенечка покупала когда-то на Али, хрен знает когда, хрен знает почем. Так, и тут у меня палетка бальзамов, точнее, палетка этих каких-то помад Grand Rouge от Леруш, точнее, от Ифраше. Два года назад тоже, можно сказать, их покупала, но полтора-то точно. И понятно, какой я чаще всего пользовала на тот момент. Сейчас я кисточку достану и просто покажу, как она вот есть. И все-таки их тоже зазвучиво. Что-то она мне тогда обошла в 540, там была на нее скидка, плюс распродажа, плюс какой-то бонус. И она мне обошла в 540 рублей, даже дешевле, чем вот если по скидке брать полноценную помаду одного из этих вот оттенков. Кисточкой очень удобно наносить, я вообще забыла, что у меня она есть. Надо только чем-то эту кисточку обезвредить. тут такой сливовый еще, вот сейчас я его попробую нанести. Ну, где-то часа на 3 ее так хватает. Никуда не скатывается, губы влажняют. еще я тут, по-моему, я использовалась таким вот алой такой и типа как красный кирпич, вот им тоже, но больше все-таки вот этой какой-то темной хренотенью. Вот она. Вот сейчас как раз будет свой той, которой я тоже пользовалась, но не до основания. и последний средненький. Там вообще, я помню, еще каких-то оттенков было, ну, два вида, но вот эти мне очень, она мне понравилась, очень так хотелось ее. И я на Новый год себе ее тогда загорела. Вот. Да. в общем, вот такая у меня как бы декоративная косметика. Сейчас обратно буду убирать, покажу еще раз. Палетка от Ифраше. Пять штучек. Скажем так, мятная гигиеничка слегка зеленым оттенком. Лимонная конфета с никаким оттенком. От Аленки Рифлеймовский ботончик, бочонок с якобы медом. Самопальные две фигни от меня и еще вот эта вот фигня от меня. И еще бальзам от меня самопальный. Ну, кстати, если кому надо, могу сваять. От Нибея, которая Нибея из Японии от Алены с Украины. Бальзам. Блеск Catrice Infinity Shine Lip Gloss то ли от Алены то ли от Лельки. Не помню от кого. От Лельки остатки и фраже. От Лельки из Тюмени. От Насте Лукьяновой. Ссылка на ее канал будет от Фаберлик, которая. Задарок от Эйвен, когда еще была представителем Эйвен. Опять же от Лельки из Тюмени. Эссенс Shine 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 Lip Gloss. Так, подарок за первый заказ на клубнике Кевин Клайн. Жидкая, по-моему, эта помада называлась. От Влада 2 Никсон. Тот, который в чатах стрима вечно с какими-то легендами про свой возраст и на которого вечно все, кому не лень напрыгивают. В плане общения кто-то его банит в чатике, хотя он нормальный мужик, кто-то просто до него что-то докапывается. А тут оказывается номер, я только сейчас увидела, не поверите. Четвертый Мега Мелон или как-то так, Мега Дыня. Я вот путаю, Мелон, Мелон, он Дыня или Тыква. На жопке у него наклеечка А56. Короче, это от Клиник, помада Карандаш, наверное, от Алены с Украины. Ссылка тоже на ее канал будет. Блог, опять говорю, о путешествиях, очень интересный. Приходите, проходите, точнее, подписывайтесь. Это от Камел или как-то так, который я покупала в Улыбке Радуге в Ярике. Это от Диляры. Вторая помада уже закончилась, точнее, первая, можно так сказать, и она у меня сейчас на губах. Это кремовая помада от NYX. Это у нас были помадки. И обратно, сейчас пойдет обратно, скажем так, отчет. Отсчет. Раз лак, два лак, лак, халява, сэр. Три-четыре это от Елены Снегиревой. 5-6. Вот этот у меня сейчас на ногтях. Это от Лены Минск-Москва подписчицы. 7-8 тоже от Лены Снегиревой. Вот этот от Рефлейм. Не знаю от кого. 7-8-9. Девятый, да, это, наверное, все-таки от Насти Лукьяновой Фаберлик. Девятый, десятый, да, десятый и одиннадцатый это мое. И вот еще последний бальзамчик из Таиланда от Лельки из Тюмени. Забыла убрать, вот тут он был. Короче, вот такой у меня тут красивый макияж, блин, рук был. Всем спасибо, кто осилил до конца и всем пока. Пока.